Привет, друзья! Предыдущий Galaxy Note 7 надел много шума и имел взрывную популярность, правда, не в хорошем смысле. Ходили даже слухи, что Samsung собирается полностью прикрыть линейку Note, но, слава богу, это не произошло, и прямо сейчас мы посмотрим на Galaxy Note 8. Это Дройдер, с вами Валерий Истишев. Поехали! Небольшая рекламная пауза. У наших друзей из Мегафона есть для вас лайфхак, как совершить покупку, к примеру, если вы захотели себе Note 8, и получить кэшбэк. Но кэшбэк не простой, а в виде мегабайтов на интернет. Это можно сделать с помощью карты Мегафон. За каждые потраченные 100 рублей начисляются 10 мегабайтов. Удобство карты в том, что она привязана к счету мобильного телефона. Деньги за каждую покупку списываются с вашего баланса. Как оформить карту, это быстро можно узнать в любом салоне Мегафон. Также на сайте bank.megafon.ru. Ссылка есть в описании. Хорошая новость. У нас на канале можно выиграть сразу два Galaxy Note 8. Подробности о первом в ролике презентации на канале, ссылка под видео. А чтобы выиграть второй, нужно сделать три простых действия. Первое. Подписаться на канал Droider. Второе. Лайкнуть этот ролик. И третье. Написать комментарий под этим видео, что первое вы сделаете со своим новым Note 8. Поставить хэштег Droider Note 8 и ссылку на ваш профиль в соцсетях, чтобы мы вас нашли. Победитель будет выбран случайным образом среди тех, кто выполнил условия сразу после старта продаж. Пам! Вот он у меня в руках, новый Galaxy Note 8. Вот так он выглядит. Давайте для начала посмотрим на его дизайн. Он не сильно изменился по сравнению с тем же Galaxy S8. Вот так эти братья выглядят рядом. Слева Galaxy S8. Мой лично, которым я уже достаточно давно пользуюсь, пока на моем айфоне стоит бетка. Сзади они отличаются, хотя имеют похожую поверхность. Тоже глянцевый черный, также лапается. Но если вы хотите глянцевый телефон, будьте готовы к тому, что он будет ляпаться. Это неизбежно. Как видите, очень хорошо читаются общие нотки дизайна линейки Galaxy. Здесь большой экран. Edge-to-edge дисплей, что называется. То есть безрамочный. Внизу имеются закругления, а сверху, кстати говоря, кажется, что они немного меньше. Но сверху они тоже есть. Здесь диагональ 6,3 дюйма. То есть экран немножечко подрос, но не столь существенно. Что касается самого экрана, это опять же Super AMOLED. Разрешение 2960 на 1440 пикселей. Поддерживаются HDR или, как было сказано на презентации, Premium HDR. Что касается других цветов. Самый интересный из тех, которые представили, это вот такой вот синий. И что интересно, он не вырви глаз синий, как обычно принято делать. И он не блестит, не мерцает и не отражает все вокруг. Это такой вот синий, я бы сказал, немного минималистичный. И немного перекликается с логотипом Samsung. Кроме того, в наличии еще имеется серебристый цвет и золотой. Единственное, у меня возникает немного странное ощущение, когда я держу в руках вот этот вот синий Galaxy Note 8. Как будто бы на него надели какую-то вот накладку или чехол. На черный просто надели. Но на самом деле это такой корпус, он синего цвета. По бокам у нас такая вот хромированная металлическая рамочка. Она блестит и отливается разными цветами. Тоже синим оттенком, естественно. Также было сказано несколько слов по поводу DeX. Это специальная штука, которая позволяет сделать из смартфона подобие компьютера. И там будут появляться, видимо, полноценные игры. Вот типа вот этой вот Dota. Говорят, еще танки появятся полноценные. Но пока что я в это не верю. Что касается характеристик, их тоже прокачали. Внутри будет стоять один из двух процессоров. Либо Snapdragon 835, либо Exynos 8 Octa 8898M. Кроме того, увеличили объем оперативной памяти 6 гигабайт. И топовый объем внутренней памяти 256 гигабайт. Кроме того, можно поставить карточку microSD, что приятно. Чуть подробнее взглянем на корпус смартфона и расположение кнопочек. Конечно, ничего тут удивительного, но тем не менее. Одна кнопка находится под большим пальцем. Эта кнопка питания расположена вполне себе удобно. Пользоваться ей можно. Есть кнопка отдельная для Dixby, которой я лично пользовался очень редко, когда нажимал случайно. И качелька для громкости. Внизу у нас расположен разъем USB Type-C. И еще разъем для джека. Куда уж без него. И вот в этом окошечке прячется стилус S-Pen. Чуть позже покажу новые фишечки с ним. Это все было в утечках. Но теперь мы видим воочию, что здесь две основные камеры. Тут же расположился сенсор для отпечатка пальцев. Эти две камеры обе на 12 мегапикселей. И обе имеют оптическую стабилизацию. Если сравнивать с iPhone 7 Plus, то там оптическая стабилизация только у одной камеры. А та, что с зумом, не стабилизируется. Первая камера имеет диафрагму 1.7, а вторая 2.4. Вот так вот осуществляется переключение между этими двумя камерами. Точно так же, как на iPhone. Ну а зум так же, как на Galaxy S8, когда вы двигаете кнопку спуска камеры влево или вправо. Также можно пользоваться pinch to zoom, конечно же. Даже по сравнению с тем же Galaxy S8, где очень хорошая камера, одна из лучших в смартфонах, здесь она еще улучшилась. Снимает по первым ощущениям очень хорошо. Кроме того, появился навороченный ночной режим, который делает несколько фоточек, склеивает их в одну. Конечно же, как и ожидалось, появился портретный режим. Кто бы мог подумать. Тут он называется Live Focus. Когда мы его активируем, можно в реальном времени регулировать глубину резкости. Видно, что задник становится более размытым или менее. И когда мы делаем снимок, соответственно, после этого мы опять же можем редактировать эту глубину резкости. Adjust Background Blur. Есть специальная кнопочка. Важная деталь, когда вы фотографируете в этом портретном режиме, сохраняется сразу несколько фоток. Можно посмотреть, как кадр выглядел с широким углом и как он выглядел, собственно, с приближением и с размытием. Что касается качества, как размывается фон, я не сказал бы, что меня прямо это сейчас сильно впечатлило. Опять же, нужно делать более детальные тесты. Но, как видно, меня вырезало неплохо. Даже вот тут вот как будто бы, нет, тут все-таки немножечко промахнулось, но вот здесь вот размылось неплохо. И волосы хорошо определило. И вот этот участок тоже размылся, хотя он находится очень близко. По первым ощущениям, эта фишка работает так же, как на iPhone 7 Plus. Примерно на том же уровне. Но, опять же, фишка в iPhone 7 Plus прокачивается за счет нейросетей и машинного обучения. Здесь об этом ничего не говорилось. Надеюсь, тоже будет улучшаться. Фокусировка примерно такая же, как на Galaxy S8. Быстрая технология Dual Pixel, фазовый фокус. Но я не сказал бы, что я сильно доволен именно фокусом камеры на Galaxy S8. Она работает быстро, но иногда почему-то промахивается. Бывает у нее такое. Фронтальная камера здесь на 8 Мп, диафрагма 1,7. Улыбнемся главному редактору. Ты, T-Journal. Ужасная фотография получилась. Ужасная. Перейдем к одному из основных отличий линейки Note. Это наличие вот этого ап стилуса, который только что выпал. S-Pen. Когда мы его вытаскиваем, даже при заблокированном экране, можно сразу написать что-нибудь. Нет, нет, я хотел написать. Дройдер. На презентации было сказано, что стилус стал еще немного тоньше и немного чувствительнее. Правда, никаких характеристик подробных не сказали. Но зато появился режим живых сообщений или анимированных сообщений. Live messages. Можно взять какую-нибудь картинку или просто что-нибудь написать. Нарисовать солнышко, допустим. Вот так вот. При этом их можно потом сохранять в гифке. Посмотрите, какая красота у меня сейчас получится. И это можно сразу же отправить, например, с сообщением в Telegram. Гифка сразу будет видна другим людям. Либо в каком-нибудь другом мессенджере или даже по почте. Bixby. Та штука, которой я не знаю, кто пользуется. Напишите в комментариях, если вы владелец Galaxy S8 и вовсю пользуется Bixby. Я лично таковым не являюсь. Но здесь как бы появились новые голосовые команды, более удобные. Мне понравилась команда Bixby, которая звучит так. Good night. Bixby должен автоматически перевести телефон, не беспокоить и установить будильник ваш стандартный, который у вас стоит. А также перевести экран в ночной режим. Следующий бонус – это аксессуары для Note 8. Вот такие вот чехольчики. Вот этот странный чехол, который был для Galaxy S8, тоже есть, состоящий из двух половинок, но он сажается на клей. И это немного странно. Наушники беспроводные, которые называются Galaxy U-Flex. С кнопочками, но какие-то они большие, что ли, я не знаю. Надеюсь, они звучат хорошо. Из остальных деталей внутри стоит батарейка 3300 мАч. Поддерживается, естественно, быстрая зарядка. Note 8 работает на Android 7.1.1 Nougat. Она работает весьма шустро, во всяком случае, пока на нем не установлена куча различных приложений. Оболочка Samsung тоже выглядит симпатично. Она изменилась не сильно по сравнению с S8. В принципе, тут практически никаких изменений нет. Также имеется многооконный режим. То есть можно использовать вовсю этот огромный экран. Например, мы можем открыть в одной его части заметки и пользоваться там стилусом, а в другой части камеру. Даже такое возможно. Ничего себе. Подводя небольшой итог, хочется сказать основную вещь. Galaxy Note 8 не вызывает таких же бурных восторгов, как Galaxy S8 в свое время, потому что дизайн тут остался примерно таким же, таким же хорошим, надо сказать. Здесь такой же огромный экран, он безрамочный. Есть изгиб небольшой по бокам. Этот экран, кроме того, что он безрамочный, еще и качественный и яркий, имеет высокое разрешение. Ну и в дополнение мы получаем стилус S-Pen и еще и сдвоенную камеру. То, чего не хватало в S8. Это я имею в виду не про стилус, а именно про вторую камеру, потому что лично я, например, всегда ношу с собой так или иначе iPhone 7 Plus. Именно для портретных режимов и для других снимок мне не хватает одной камеры уже. Привык я к двум. Естественно, приятно, что прокачали начинку, это было ожидаемо. И перед вами сейчас самый мощный смартфон от Samsung. Можно сказать новый флагман. Да почему можно сказать новый флагман? Что касается минусов аппарата, пока сложно о них говорить. Мне кажется, главным минусом всех аппаратов Samsung является их оболочка. Но здесь она, опять же, работает шустро, во всяком случае, на старте. Но об остальных минусах нужно будет уже узнавать после долгого использования. Надеюсь, их будет немного. Потому что аппарат очень приятный. И главное, чтобы с ним не случалось никаких непредвиденных вещей. Еще одно объявление. Во-первых, на нашем канале разыгрывается сейчас целых два Galaxy Note 8. Сразу после старта продаж они будут отправлены победителем. Напомню, нужно лайкнуть это видео, подписаться на наш канал и написать в комментарии, что вы первым делом сделаете со своим новеньким Note 8. И обязательно в комментарии указать ссылочку на какую-нибудь вашу соцсеть. Будь это Twitter, Facebook или ВКонтакте, чтобы мы смогли вас найти и с вами связаться. Ну а обо втором конкурсе, где можно выиграть еще один Galaxy Note 8, вы можете узнать из записи трансляции самого мероприятия, где представлен был вот этот вот Note 8. Она тоже есть на канале и под видео имеется ссылочка. Это был первый взгляд на Galaxy Note 8 прямо с презентации из Нью-Йорка. Это Дройдер. С вами был Валерий Истышев. В продажу этот телефон поступит 15 сентября. Во всяком случае, здесь, в США. В России цены и старт продаж будут объявлены отдельно. До встречи в будущем. Кстати, стилус также является фиджетом. То есть, тренажер для рук. Им можно вот так щелкать. Кто сделает первый смартфон со встроенным спиннером, будет победителем.